удалось воде уговорить сейчас короче вот центр рейки нарисуем линию карандашом будешь рисуем линию прямую значительно вот этого угла все то есть ставится линейка и смой потому что у нас костыль немножко здесь идет пузо сейчас элемент придет в эту точку но в основном все время чистый размер берется примерно чистый и пол сантиметра убирается сначала нарисовать записи кулемент 62 с половиной сотку В принципе, готово. Сейчас замеры все снимем, я поясню. 139, 130, 40, грубо говоря. То есть 625, это от центра этой реки, где мы в центре нарисовали, до этой линии прямой, вот до этой. Вот, от линии вот до этой, от линии вот до этой линии, сотка, потом от прямого угла до отсюда. У тебя нет этого размера? А, ты вот просто сделал, да? Вот этот размер, а вот этого нет? Какого? Высота? Нет, от этой линии до отсюда. Зачем? Прямой угол, тут прямой угол заготовки. То есть от сюда до отсюда вот, вот, 65. Семь месяц один был, да? От сюда до отсюда, 199 миллиметров. Здесь 264. Подъем у нас 15, и 25 отгиб. Круто. Все, пошли вниз. Почему шестерка откладываем? Мысок. Да, то есть если у обычных элементов откладываем 3 сантиметра, то здесь 6. Это связано с тем, что у нас возле лотка, если вы заметили, там идет, у нас показочная планка силовая, идет кругом. Сейчас в процессе все поймете, я объясню по факту, почему, напомню, почему здесь 6 было. Это зона карниза, где будет цепляться у нас закапельник. Дальше отмеряем по 60 миллиметров, это у нас будет формироваться в пальце реечный. Реечный. А где тебя защитник? У тебя было. У меня? Да. Нет, я только что пришел сюда. Сейчас идет шестьсот двадцать пять и сотка. 15 метров. Давай карандашик. То есть мы к этому элементу здесь, получается, прибавили 60 миллиметров. Вот. Сюда прибавим еще 25 миллиметров. Плюс вот сейчас сюда эти 60 миллиметров прибавили здесь. Сейчас этот размер 264 от линии этой загиба до отсюда. И плюс 15 это наверх. 150 миллиметров плюс 25. То есть вот 264, 150 и 25. Теперь получается вот этот размер мы там взяли. Три точка есть и эти точки соединили получается. Здесь на сером карандаш плохо видно. Ну так себе. Так, следующая позиция 60. То есть отсюда 65 дали точку и нарисовали. Вот эту вот линию. Сейчас нарисовали вот эту линию. 150 миллиметров подъем и 25. И рисуем линии. Длин, ребята. Володик говорит ему нужна новая бейсболка. Подгоните. Хорошую какую. Можно две. Зимнюю, зимнюю. Да. Пушанку наверно, да? Там, кстати, в магазине есть пушанки прикольные. То есть нарисовали вот эти все линии. Плюс 25. Вот эта вот линия идет. Эти линии нарисовали. И вот эта вот. Сейчас будет добавляться сюда лопух. Который идет на подъем. Града 140. Да, градус 140. Взяли 140 градусов линейку. Угломер. Угломер. Вложили красави к этой линии. Вот он так вот стал. И нарисовали вот эту вот линию. 70 миллиметров и 25. 170 миллиметров. 170 миллиметров. Просто у нас лопух получается, что возле слива прямо воронки, где вот это текет, да, у нас будет заканчиваться 70 миллиметров. Вот. А здесь получается, чтобы конверс вернулся и он сюда подошел. Если вымерить вот этот, у нас получилось 170. Значит, это линия должна быть тоже 170 миллиметров. И вот сейчас соединили вот эти точки. Плюс 25. Плюс 25 это вот то же самое, что здесь сверху. То же самое и здесь. Плюс 25 миллиметров. Сейчас весик триса. Делим углу пополам. То есть, мы вот этот угол, вот этот вот угол, разделили пополам. Называется бесик триса. Можно кусочку, простите. Ну и сейчас что делаем. То есть, у нас получается, мы взяли 60 миллиметров, потому что у нас вот здесь вот, да, если помните, идет вот такой там глоток, да. То есть, у нас карниз идет, там у нас стоит в этом месте вот эта вот западная. У нас вообще подворачивается 30 миллиметров, но так как здесь у нас еще торчит, мы взяли больше металла. И сейчас мы просто лишнее отсюда у металла вот так вот уберем. Здесь останется 30 миллиметров, а здесь останется больше, потому что она будет по месту формироваться, подрезаться и делаться. Теперь, сейчас расскажу. У нас форма рейки идет, ну, если все элемент идет, то форма рейки у нас идет вот так, углом. Поэтому на детали здесь откладываем от этой линии 20 миллиметров. Здесь от этой линии 20 миллиметров откладываем. Вот. и здесь откладываем от линии 40 миллиметров и соединяем получается вот эта линия эта линия в эту и добавляем 20 миллиметров на подгиб получается у нас вот так сейчас все лишнее убирается потом будет формироваться деталь какими вы еще ножницами порежете на себя да не хочу про другие слышать ты сергей с другой стороны но и вовка раньше началась замерами терзамер если вы снато он уже лимин готов перемирал После всех подрезок у нас осталось вот эта часть осталась, здесь срезанный уголок вот так вот отрезано прямо, вот так дальше продолжается и вот так вот, то есть у нас сейчас по факту элемент вот такой вот получился подрежется здесь, так и вот так вот, все пошли гнуть сначала подгибаем немного бока чем хорош такой станок? да всем хороший такой станок, то есть на проходном который станки вот так вот не сделаешь здесь можно детали вытащить и дальше не прогибать вот так вот переводим точку, где у нас нарисовано, а с другой стороны не вот 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 Сейчас пык, пык, рау пык, а вам стоит. Субтитры подогнали Симфу. догнуть 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 16 14 14 15 15 15 15 15 15 и подгибаем там где по 25 миллиметров здесь 20 миллиметров, а там 25 миллиметров вверх 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 формируются в фальс Академия остальное все по месту пойдем вставить все по месту